дорогие дамы и господа трехходовочка в эфире и так намазана так сказать структура сделаны какие-то небольшие уплотнения ямочки бугорочки какие-то шероховатости неровности теперь три валика валик номер 1 валик номер 2 и я уже не помню как я обзывал эти валики ну вот это восточный валик это я помню по прошлогодним роликом вы должны помнить его до восточных этот я еще не обозвал этот наверное какой-то не знаю блин травертин и ну и естественно танчик да очень грубый валик и сейчас три валика я применяю в такой разноходовочки вот уже здесь видно фактура то есть я полагаю что у него тут снизу будет большой такой булыжник лежать я его делаю грубым таким танковым валиком я его прокат дальше берем тут основную такую вот эту площадь сейчас пополню восточным и но не знал на травертин не похож не придумал им еще название кстати если сможете ему придумать название но он как под дикий такой камешек дает фактурку конкурс название для валика и основную массу я уже выкатываю вин тоже опять же в разных направлениях где-то захожу на фактуры восточную потом это все доработаю не забываем его мочим дорабатывать так но я думаю что танчика надо подбавить где-то здесь вот такую на рваные такие камешки будут местами чуть восточного добавлю вот такая трехходовочка значит после покрасочки вы конечно все увидите принцип вам понятен вот так это выглядит вот буквально здесь полтора погонных метра вот такая фактурка вырисовалась пока это не не просматривается как говорится в полном таком объеме но уже кое-что вы можете наблюдать где-то еще да не где-то вообще везде еще будет все дорабатываться естественно вручную вот делаться задиры сколы какие-то трещинки но принцип уже вам должен быть понятно двигаемся дальше так друзья сегодня нарезочки будет использован вот такой вот стек стеки для творчества увидите вот это его прямоугольная так сказать практически форма позволяет нам делать вот такие вещи знаете когда мне хочется добиться более равномерных и таких вот прямых швов я использую вот такой вот стек так как у меня здесь в один слой идет накидочка до швы будут не глубокие но они будут выразительные поэтому использую такой стек и получается вот такая вот глубина шва ну где-то районе там пяти шести миллиметров поэтому вот так получается уголок сейчас покажу детально вам его работе ну сделали верхнюю подрезочку и у нас растворчик еще влажных хорошенько я заглаживаю эту кистью ну так сказать железница это примыкание так здесь асфальт такого серого цвета достаточно старый потертый поэтому я не парюсь эти остатки они подсохнут сметутся и все и никаких следов не останется поэтому я по этому поводу не переживаю это сейчас продолжать по большому счету из инструмента у меня используется вот кисть вот этот стек с обратной стороны он такой вот заостренный это можно чертить рисовать для начала ну потом вот самодельная штука и шпатель для подрезки ну может быть и естественно баллон с водой что-то еще может быть пригодится я вам покажу ну пока что все и так пошла у нас нарезочка этот камень у нас большой у нас вот здесь под него выделено сейчас я уже как бы разрисовываю сначала вот тоненьким стеком так как он с этого ракурса видно может быть лучше сначала тоненьким стеком я наметил контур камня теперь этот камень намечаю он у меня будет таким длинным камешком беру здесь вот от шва я беру середину для разметки примерно так и этот камешек будет небольшой вот и по центру теперь потихонечку веду прямо держу не заваливаю ни сюда ни туда а строго перпендикулярно основанию опять все то же самое сосредоточен на одном камне то есть если я делаю левый камень нижний камень я сейчас сосредоточен на его границах на его контурах можно теперь подработать немножко края углубиться где надо мне не надо сделать заусенцы да камень он такой немножко побитый вот необходимую заусенцы да вот таким образом краешком делаем такие сколы если мокрый раствор то сильно сразу не заглаживаем она скругляет края и занимаюсь этим камешком вот отчертил контур и после вот контура уже прорезаю именно в ту глубину которая не необходима вот аккуратненько кисточкой теперь вот верхний камешек чуть-чуть доработать надо именно в этих местах вот такая кладка у нас получается немного знаете как швы расшиты дал как каменщики вот кирпичная кладка то есть она под расшивочку выполнена более такая скажем аккуратно здесь у нас именно именно такая кладка имитируется более аккуратно и толстошовная камни здесь будут преимущественно большие вот поэтому преимущественно это должен быть и шов толстый соответственно мастерочка теперь надо доработать это может любой шпатель мастерок что он угодно особенно вот по углам нужно пройтись сделать какие-то такие засечки все таки это угол камня вот сильно фанатею от этих зазубрин но какие-то скол присутствовать должны и таким образом продвигаемся дальше сейчас покажу видите да вот есть щели которые я сейчас беру вот здесь такой растворчик сверху он уже суховат поэтому я сейчас туда брызну водички не подобию туда раствора сегодня так будет камера гулять и бегать в режиме своими глазами посмотрите на работу снизу у нас раствор как всегда он мягче поэтому отсюда я беру более мягенький растворчик и обязательно хорошо там уплотняю вы понимаете да если здесь конечно под навесом но навес навесом выработать у себя привычку обрабатывать эти места тогда коэффициент допущенного брака будет сводиться к нулю это будет положительно влиять на вашу работу то же самое вот туда обязательно смочили обязательно подбили плотненько плотненько сделали лишнее выбрали бум ну есть у меня как бы ножик специально заточены такой закругленный под эти дела ну справляется и более острый мастерок поэтому разницы нет чем вы это будете делать чем делаю это я хоть пальцем палец тоже кстати удобно туда залазит особенно мизинец поэтому делайте чем хотите особенно если палец в перчатках так родом особенно если палец перчатках видите здесь от танчика пройдены такой достаточно серьезный рельеф сделаем тут такой вот там проходил я здесь уже без рисования сразу рисуют то есть я вам показываю варианты можете рисовать можете не рисовать если уже руку немного набили можете сразу чертить границы камня сильно не заглаживаю раствор еще мягковат чтобы не заглянцевать края так вот здесь конечно вставочки будут маленькие поэтому я думаю что это не так так вот здесь поэтому я буду так что мне кажется этоates так как я Продолжение следует... 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 Так... Ну что, друзья, вот в таком ключе... В таком ключе происходит у нас сегодня... Нарезочка, работа... Все как положено... Утром был дождик, сейчас подсохло... Ну, если вам нравится... Именно вот такая... Кладка, вот такие швы... Широкие и более прямые... То напишите обязательно об этом в комментарии... Как это смотрится на ваш взгляд... У каждого взгляда разные... Вкусы тоже разные... Поэтому... Вместе... Благодаря вашим... Комментам... Вашим каким-то идеям... Я делаю что-то... Новое... Открываю для себя... Что-то... Интересное... Ну и... Делюсь этим с вами... Так... Ну, если кому интересно... Кто еще не устал... Ну, а кому интересно... Всем посмотреть... Пожалуйста, смотрите... тебе в небольшом минуте... Что весело... Смотрите... Вы можете отметить... Можешь... Смотрите... Продолжение следует... Так, подходя к концу, я прерываюсь на расстоянии около метра, может быть чуть меньше, и начинаю отсюда и свожу уже здесь рисунок. Так, чтобы он сошелся. Если же идти отсюда, то здесь может получиться не совсем красиво. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...